Эмеретинская низменность и красные поляны – это то, что в первую очередь привлекает иностранных гостей. И неважно, находятся они в Сочи на отдыхе или приехали по работе. Сочи впечатлил Сандру Паласки уникальной растительностью, чистотой, олимпийские объекты, темпом возведения. Растительность очень запоминается. И что интересно, что здесь происходит смешение растений, которые представляют разные климатические пояса. Это и ели, и вечнозеленые растения, и цветы. Все это интересно сочетается и вписывается в архитектуру, которая очень своеобразная. То есть здание, которое датируется 30-40-ми годами прошлого века и более, и современные здания, все это создает гармоничную среду и очень впечатляет. В Сочинском центре занятости делегация из Европы впервые, поэтому и вопросов много. Как на курорте организована служба трудоустройства, как выстраивается диалог между работодателем и соискателем, есть ли стажировочная программа. Одним словом, все то, что поможет прогнозировать потребности рынка труда. Наши гости иностранные из Международной организации труда уже не первый раз приезжают сюда в Сочи, в Краснодарском крае. И они с удовольствием привозят сюда и коллег из других стран, чтобы показать, как мы живем, как мы работаем, как работает служба занятости и какие у нас есть наработки, какой есть опыт. Впечатлил представители Международной организации труда кабинет социальной адаптации и психологической поддержки. Если сочинец потерял работу и попал в непростую жизненную ситуацию, на помощь приходит психолог. Человек находится в проблеме и когда он наблюдает за этим личным путем, он начинает переключать свое внимание и тем самым проблема уходит в прошлое. Это не только расслабление, но и попытка изменить внутренний настрой, вывести человека из состояния тревоги. Особенно помогает космическое панно. Все это, а еще и презентационный проект «Вместе планируем профессиональный успех» сотрудники Сочинского центра занятости вместе с иностранными коллегами обсудили позже за круглым столом. Все те функции, которые должны быть реализованы центрами занятости, здесь, похоже, находятся на самом высоком уровне. Соответствуют тем стандартам и мировым практикам, начиная со встречи соискателя, проведения собеседований с ними, обработки данных, подбору соответствующих вакансий. Все то, что должно делаться, делается. Второе, что меня особенно поразило, это то, что в пиковое время, во время подготовки к Олимпиаде, когда на строящихся объектах трудилось 110 тысяч человек, колоссальная армия работников, здесь за всем этим управлялась очень небольшая группа людей. Это действительно потрясает с учетом увиденного на Красной Поляне и в центре Сочи. Это невероятно. Специалисты в области охраны труда, будь то международные или российские, всегда стремятся к тому, чтобы риски на производстве были минимальными, чтобы действовала система профилактики, чтобы коллективный договор защищал и гарантировал работникам достойные условия труда. И наш край здесь лидер. Количество коллективных договоров в нашем регионе сегодня более 18 тысяч.